6.30 утра мы покидаем город Москва выехали в Анкад уже в 6.30 есть большое топление машин но ехать еще пока идем со скоростью 100 км общаться от тишины в Анкаду 27 км до Анкаду нам надо проехать и возьмем пус домой пробуем жимы с номинами прекрасно место назначения 670 км не пробуем показать декаду вот как Москва 2.30 или 1.30 и 30 или 1.30 вот так вот выглядит 4.28 на Бусы 4.30 на Бусы дороги от Москвы Мы объехали Аденцово, оплаты дороги, заплатили 250 рублей за объезд, там 2 пункта в городе, как есть приезды Аденцово и соседних прилегающих поездов. Вот мы продолжаем свое движение по трассе Москово-Брест, трасса ММ-1, ММИ, международное заводение 30. Спутим уже 3 часа 40 минут, а с уделами одного станут по завтракать. Скорость у нас хорошая, 110 километров в час мы ехали. Только что мы проехали Плазму и движемся дальше, до Минской кольцевой дороги, 460 километров. Время прибытия до признанного значения у нас стоит 14-10. Становились мы в Ярцево, недалеко от Ярцево находятся вот такие вот знаменитые ларечки, тут вот можно купить всякие сувенирчики. И подъезжаем к Смоленску, в пути мы уже 5 часов ходили. До дома нам осталось 393 километра. Дорога проходит отлично. Идем дальше. Вот мы находимся, значит, на границе России с Белоруссией. Границы как таковой нет, это просто после развала Советского Союза делали тут эти границы. Сейчас просто остались из сооружения. Но вот мы сейчас находимся именно еще на российской территории, но на границе Белоруссии с Россией. Дорога мы сюда, с Москвы, за 6 часов. До Минска там остается 200 с лишним километров, 250. И ориентировочно через часа 3 мы уже будем на месте. Платить на границе ни за что не надо. Границы вообще не существуют как таковой. Вы просто проезжаете. Ну, бывает иногда, когда какой-нибудь рейд могут проверить документы, но это очень редко бывает. Для грузовиков существуют отдельные терминалы. То есть они могут заехать, там у них могут производить таможенный досмотр. Весовое, видимо, есть. А для легковых и для граждан таможенного союза ничего не требуется. Мы проезжаем через трассу Одесса в Санкт-Петербург. Ну, это такая развязочка, точнее, там сверху. По-моему, мы едем на пустом. Это трасса, а мы проезжаем по смазку. И мы выедем, едем сейчас по трассе Е30, ограничение для легковых автомобилей 120 км в час. Для грузовых автомобилей ограничение 100 км в час. Дорога платная, но для легковых автомобилей, потому что союза плата не снимается. Хочу сказать, что на платных дорогах в России ограничение 100 км в час, но там есть пределы превышения свыше процентиля. Но и там плюс до 130 км в час можно двигаться. Хотя это не было со сравненным улучшением. Просто оно не обмагалось законодательством. Проехали мы по вороту Борисов. Едем по трассе Е30 М1. Подъезд уже до Борисова. Здесь ограничение у нас 20 км в час. И вот тут стоит указатель. До Минска остается 76 км. До Бреста 430. Вот стоят камеры на дороге. Наша газпромовская заправка. Газпром. Это уже белорусский газпромовский. В принципе, ничем он не отличается от российского танка. Такой же антуржицы. Задачно так же. Ну вот мы и прибыли в город Минск. С Москвы мы добрались до Минска за 9 часов. На этом наше путешествие закончилось. Спасибо за просмотр. Всем удачи на дорогах. И до свидания. Субтитры сделал DimaTorzok